Добрый день! Вас приветствует интернет-магазин спецтюнинг УАЗ и вы смотрите очередную рубрику новостей любителей УАЗ, которая у нас выходит каждую пятницу. И сегодня в выпуске. Как немцы помогут Солерсу с выхлопами на его машинах. Три новых двигателя для русского Прада, которые без сомнения порадуют поклонников марки. И в заключении поговорим о возможном союзе КАМАЗ-Солерс и что из этого может получиться. Ну а теперь начинаем. Российский автомобилестроительный холдинг Солерс подписал соглашение с немецкой фирмой SJ Emission Technology, в рамках которой планируется трансфер технологий нейтрализации отработанных газов в области транспортного машиностроения, а также снижение выбросов промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства. SJ Emission Technology это компания, основанная в 1976 году и специализирующаяся в области обработки, выхлопных газов, штаб-квартира которой находится в немецком городе Менден. Напомним, что в состав Солерс входит один из крупных российских производителей автомобильных двигателей, заложский моторный завод. Сейчас ЗМЗ разрабатывает новую линейку бензиновых турбомоторов объемом 2,3 литра и мощностью 150 и 170 лошадиных сил. Эти двигатели создаются под будущий глубоко модернизированный автомобиль УАЗ Патриот. И не исключено, что компетенция немцев нужна именно для улучшения перспективных турбоагрегатов. В ближайшее время стороны определяют первоочередные проекты для совместной реализации, после чего немцы намерены продолжить технические решения и необходимую поддержку локальной инженерно-технической команде, входящую в состав Солерс Инжиниринг. Соглашение будет действовать в течение двух лет, и по решению сторон может быть продлено на тот же срок без изменений условий, как говорят в Солерс. По последним данным из источников стало известно, что русский Прадо, он же УАЗ Патриот нового поколения, получит линейку из трех новых двигателей, в моторной линейке которой пропишется даже дизельный агрегат, что несомненно порадует поклонников марки. Первые два двигателя для нового Патриота разработаны за Волжским моторным заводом совместно с немецкой инжиниринговой компанией FIB. Базовым, конечно же, станет 2,5-литровый атмосферник мощностью 145 л.с., ну а турбированный 2,3-литровый мотор получит два варианта, на 150 л.с. и 170 л.с. соответственно. Где оба агрегата смогут работать как на бензине, так и на газе. Также стало известно, что внедорожник получит еще и турбодизель от Форд на 2,2 литра от фургона Транзит. Производство двигателя наладят на простаивающем моторном заводе Форд Солерс в Елабуге, где раньше выпускались 1,6-литровые бензиновые атмосферники для Фиеста и Фокус. Моторы, конечно же, будут работать в паре с шестиступенчатой механикой от китайского концерна Байк или французским автоматом Punch Power Glide на 6 передач, который уже устанавливается на нынешние патриоты. Так что пока остается только ждать. Ну а чтобы не пропускать новые свежие видео, предлагаю подписаться на канал, если еще не сделали этого, и поставить колокольчик, чтобы первыми узнавать о новостях. Ну а мы идем дальше. Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ и один из основных российских производителей легковых и легких коммерческих автомобилей Солерс хотят создать Альянс. По словам источников, на первом этапе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов и развития новых технологий. Решение об Альянсе планируется принять до конца 2020 года. При этом возможны различные варианты вплоть до объединения компаний. Основатель и владелец Солерса Вадим Швецов не собирается выходить из этого бизнеса. Альянс с КАМАЗом рассматривается им как возможность более быстрого и эффективного роста бизнеса компаний, который остается для Вадима Швецова стратегическим приоритетом. Интерес Солерса в Альянсе с КАМАЗом, помимо прочего, связан с возможностью расширить рыночные ниши. Как отмечают источник, близкий к автоконцерну. Компании же не конкурируют по модельной линейке, а наоборот взаимодополняют друг друга. Ну а один из мотивов КАМАЗа – это желание выпускать LCV, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, как поясняет источник близкий компании. Как считают эксперты, желание КАМАЗа и Солерса объединить усилия – правильное и логическое решение, независимо от того, какую форму Альянса они выберут. А для КАМАЗа и Солерса союз особенно актуален, учитывая, что это относительно небольшие игроки, не участвующие в глобальном Альянсе и имеющие ограниченные финансовые ресурсы. Альянс нужен КАМАЗу и Солерсу еще из-за ситуации на российском рынке. Он по сравнению с рекордным 2012 годом сильно сократился и предпосылок к его оживлению пока нет. Альянс же поможет реализовать проекты по выпуску новой продукции на площадке КАМАЗа и Солерс, повысив тем самым загрузку автозаводов. Пишите в комментариях, что вы думаете о последних новостях и так ли необходим союз КАМАЗа с Солерс. Также пишите и рекомендуйте, о каких новостях мне рассказать в следующем видео и что вам будет действительно интересно. Не забывайте ставить лайки, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на канал, ведь для вас это всего пару кликов, а для нас это огромная мотивация выпускать больше полезного контента и продолжать выпускать новые свежие видео именно для вас. Ждите следующего выпуска новостей на следующей неделе. Ну а на сегодня все, спасибо за просмотр, всем пока. Спятюнинг УАЗ это более 10 тысяч запчастей и тюнинга на все модификации УАЗ в наличии и с доставкой прямо со склада по всей территории РФ и страны СНГ. С нами вы найдете высокое соотношение цена-качество и гарантию на товар. Все ссылочки и номер для связи по всем вопросам вы сможете найти в описании. Продолжение следует...